привет друзья сегодня решила так начать свое видео потому что одни сплошные непонятки уже с утра сделала себе такой шкраб для лица посмотрела ой какой хорошенький думаю завтра уже вам покажу тоже интересно же правда вот по было лицо короче все умылось помыла посуду и думаю ну все заброшу стирку короче засуну все стиралку включила машину и такой звук или испугалась хорошо что была рядом выключила думаю что такое открываю кран нету воды представляете закон подлости не знаю почему воду отключили опять может это связано с тем что вчера там рыли короче говоря не знаю надо выйти на улицу посмотреть и надо идти мне на этот самый на валдерис короче говоря уже сегодня пришли все мои посылки все четыре которые я заказывала заказывала я что там заказывала кокосовую стружку семена чия потом тот самый семечки там много разных видов в одной баночке набор для салатов называется и знаете что еще кедровые орешки я их не ела кстати сто лет реально сто лет я последние мои кедровые орешки я не знаю ела ли я их после этого или не ела мне запомнились это только из детства мамин брат жил далеко-далеко в якутии при прикиньте якутия минус 50 зимой это ужас и вот когда он приезжал гости или бывало пришлет посылку он присылал уже таких вот но выбранных из шишек еще привозил прямо шишки из которых надо было доставать эти орешки и потом тюк тюк чем-нибудь там молоточком и доставать эти орешки они мне были такими вкусными такими вкусными это такое вот воспоминание детства прямо это слезы нашли как вспомнила маминого брата этого который был таким хорошим человеком вы даже не представляете и так под конец жизни так нелепо погиб там они ехали на автобусе на работу и автобус сорвался в обрыв там до зима скользко это все было уже давно конечно очень но все равно вот вспомнила и расстроилась так на улице опять черти что написано без дождя а на самом-то деле такое мелкая какая-то морси марасит и вот думаю сейчас мне идти на этот валдерес или попозже может дождь прекратится не знаю надо бы магазин за но найти потому что яйца закончились плохо что у люди нет яиц нету курочек вот что я вам еще хотела сказать кто-нибудь установил себе органик мэпс или нет не надо отрабатывать деньги которые мне пригодятся на узи я кстати перезаписалась другую клинику тот самый подешевле чтобы сделать потому что 300 рублей это слишком круто и перезаписалась вроде бы за 160 161 рубль знаю саша мама перезвони может и что не поняла потом окажется умножить на 2 я буду да нет и наша у меня переспросила что и вены и артерии я буду да и вены артерии такая цена в общем в общем так и это просто перенеслось на попозже потому что видите проблема смену места ну тем более сделать три позиции сразу поэтому как-то сложновато записаться так что установил кто-нибудь нет вы даже сами не представляете какая-то классная штука этот органик мэпс работает без интернета не жрет батарею можно даже пользоваться без сим-карты сим-карту выбросить и поехать отдыхать чтобы никто вам не звонил никто вас не беспокоил никто вам не мешал эта сеть не содержит рекламы она не шпионит за пользователями это самое важное мне кажется что не шпионит за пользователями потому что за нами все шпионят все кому не лень вот смотрите стоит только сказать одно слово что у меня там муравьи море муравьев ля-ля-ля-ля у меня все весь мой телефон заполонен средствами от муравьев во всех сетях во всех везде в гугле в этом самом вайбере короче в тик токе там ютюбе короче мне только предлагают муравьи 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 постоянно муравьи потом что-то еще помню с сашей тут поговорили о чем-то ну буквально а я еще главное загуглила загуглила какой-то вопрос все меня завалили все сети этим всем делом так что все за нами сидят все нас слушать все нас прослушивают короче конкретно органик мэпс за вами следить не будет и поможет вам если вдруг вы заблудились в лесу или заблудились в каком-то большом городе всегда можно найти место какое вам надо добраться вам покажут ближайшее метро ближайший транспорт и все прочее 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 поэтому это очень интересное предложение но есть по и маркете где можно зайти play market market себе скачать бесплатно все и кого другие телефоны то другая какая-то не play market а что-то другое точно не знаю но вы все знаете и у вас что в телефоне находится если не знаете то пускай вам помогут дети или внуки не обязательно установите себе organic maps а я пойду заниматься делами пока вы будете устанавливать и напишите мне кто установил хорошо так ну что друзья я в теплице тут сегодня потеплее на улице пока дождик перестал вырвала редиску и полила здесь водой с этим острым перцем здесь столько было муравьев это редиски просто жесть не смотрю не знаю куда они делись но их не видно наверное куда-то побежали удирать пролила обильно короче не знаю нечаянно даже чуть-чуть попала вон на тот помидорчик помните которые я высадила малюсенький пророщенный только один живой второй чего-то сдох смотрите какой-то там сидит кто-то там сидит что ли это жук съел его гляньте какой-то жук сидит ой кошмар это такой не понимаю короче так один пропал вот это хурма которую я посеяла гляньте тоже живая живая пока что помните просроченные семена я сюда посеяла вместе с этими всеми шпинатами салатами так короче один помидор растет один пропал где-то тут еще один сидел ну правильно в заросле он сидит дохлый но сидит надо все это любит рукаву нарежу и рукава приедет надо тоже все это уже убирать освобождать место для помидор помидор еще одну ночь пережил тут санька золотой и там еще слива сахарная желтая тоже пережила так что можно наверное высаживать помидоры не знаю будут ли заморозки что-то я слышала что 8 мая уже заморозки какие-то везде господи боже когда что-то кончится сейчас еще пойду наберу воды в маленькую маленькую мою эту бутылку из которой я поливаю и попробую вдоль бардюрчик а вот здесь грядки посередине и там вдоль по чуть-чуть чтобы не побеспокоить клубнику сильно еще полить этим острым раствором пока муравьи не доели клубнику окончательно не надо высадить пекинскую капусту посмотрите какая в теплице дома сидела когда ходяшка а тут выглядит просто супер видите какая красивая так что ее срочно нужно посадить так что тут еще ну какой то вот два последних сорта астр потом гляну какие зашли плоховато что мне еще разошло плоховато даже скажем вообще не за что вот эти бархатцы тонколистные здесь вот пару штук здесь вообще не вижу не знаю может муравьи сажать непонятно короче здесь вообще ничего нету земля влажная нормально короче не взошли вот и купи семена видите какие схожие семена те быстренько раз 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 все по всходило которые не схожие тени сходят так все пойду руки помою а то надо принести сюда тоже какую-то эту полотенце что-то чтоб руки чтоб не бегать на улицу на холод а то я разделась уже тут же потеплее что посмотрим провела вот так вдоль края грядки и по центру посмотрим куда денутся наши муравьи проверим и что обнаружила смотрите на хризантему они уже три принесли как вам нравится короче получается когда холодина все муравьи наверно собираются в теплицу все здесь вроде эту хризантему все проверила эту лодку обломала надо срочно убирать хризантемы и еще поставить настоять вон осталось меня чуть-чуть очень удобно вот это моя банка смотрите с таким горлышком она и продавалась сбоку это горлышко хранится тут пробка была и пролить еще вокруг хризантем сейчас пойду наберу воды и еще поставить настаивать этого острого перца еще на молоте у меня еще есть острый перец посмотрим что это даст или ничего это не даст конечно лучше было бы тут всю грядку пролить у меня что-то все заставлено надо куда-то убирать вот там-то я чуть-чуть пролила уже по краю вот так и что хватило по центру что осталось от того места где я сидела редиска посмотрим что будет происходить что делать как капуста опять и мне штаны куртку перчатки не помешали но я уже все перчатки постирала на зиму не хочется опять доставать и смотрите наверно вот из-за этих раскопок нету у нас воды воды даже асфальт выпилили вот это да и что теперь воду отключили а делать не делать интересно что они тут нашли что-нибудь это протечку или что трубу не нашли вот собаки ну что друзья пришла ой устала хорошо что дело куртку промежуточную они совсем землю и потому что думала ой ой холодно надо совсем землю не нормально наверно чуть-чуть потеплело так евро оптику пила яйца молодецкий люкс называются обогащенные ля тополя но на них ничего не написано это это д1 c1 c0 c2 вообще ничего не написано сейчас посмотрим что в чеке написано и потом сравним света сказала что она мне купила настоящие яйца до 1 хорошие крупные но это никого я бы не сказала что это д1 яйца здесь есть какой-то на них даже штампик он на штампике написано d1 кстати потом мы сравним из другого магазина и света говорит что там очень даже крупные а я уже подумала что прямо яйца подменили за не сейчас уже штампы никто не ставит их нету никаких штампов оказывается есть и на нем стоит d1 так подождите а что на нем еще стоит все и какое число число тут непонятно дата стоит дата производства они конец срока 0904 а сегодня у нас какое черти какое а сколько же срок хранения интересно сейчас посмотрим никогда не интересовалась купишь эти яйца и купишь так 30 суток ну значит еще до мая еще не просроченные слава богу купила вот этот хлеб николаевский нам очень понравился на ржаной закваски с мукой с мукой второго сорта сметану десятипроцентную за 2 рубля здесь 480 грамм колбаску вот эту мартедель и вкусную саша завтра приедет может какие бутербродики и один огурчик сейчас я вам скажу сколько стоят эти яйца посмотрим сколько мне света купила яйца так 382 за две штуки но тут была еще пенсионская скидка то есть я заплатила от 764 отнять 76 копеек то есть я их купила получается за 6 чем-то то есть за 3 вроде 44 там стояла пенсионская цена так сметана 2 рубля стоила по скидке хлеб 204 на него нету скидки огурец завесил на рубль 67 колбаса 656 на нее тоже нету скидки по пути обратно я зашла на волдыри ставлю же покажу что я принесла это смесь семян для салатов смотрите там такая внутри он есть верная ложечка даже ее тут вроде как целый килограмм ну и системе на потом перевесить смесь семян на какие тут семена семена льна семена белого и черного кунжута семена подсолнечника и семена тыквы вот так неплохой правда очень даже хороший так целый килограмм вот наконец-то мои семена чья посмотрите их уже целый килограмм но тут большинство черные есть правда и беленькие кстати уже что-то я читала что вроде белые лучше чем черные так а дети белые взять надо поинтересоваться страна производства парагвай семена чья вот тяжелые оттенки это все по килограмм и вот эти мои мечта моя давняя мечта ядра орешек кедровых вакуумной упаковки все так красиво упаковано 500 грамм сейчас не буду ничего раскрывать уже будет очень длинное видео потом когда вы попробовать обязательно вам расскажу здесь в этом пакете кокосовая стружка но так упакован что ничего не видно этот наверное надо разрезать ой там сегодня народу было короче когда там покупают какие-то одежки так боже меряют что-то там меряются распаковывают проверяют короче не было народов бачоксов вот такая кокосовая стружка смотрите сколько ее здесь без гмо высший сорт вес 500 грамм саша говорил есть упаковка полтора килограмма она будет дешевле я говорю саша зачем мне полтора килограмма это надо что-то сразу готовить чтоб не испортилась какой этот срок годности вкусовая стружка мелкая ничего не написано ничего не указано так лету и п смоленский и п смоленский какой-то в а смоленский в а смоленский в а это значит смоленский может эта фамилия это не город смоленск это фамилия где она произведена не знаю п смоленский в а на этой тут тоже ничего не указано откуда это кокосовая стружка вот видите на этих че указано парадуай на семечках страна производства россия грецкие орехи волшебный лес это тоже россия так что когда будем пробовать все буду вам рассказывать и показывать ой прямо уже запахла кокосовая стружка вроде упакована а пахнет вкусно любите конфетки баунти я когда-то очень любила уже сто лет их не ела сразу надо будет испечь попробовать кокосовое печенье у меня не было кокоса где-то у меня есть хороший рецепт вкусненький не было кокосовой стружки ну по крайней мере в таком количестве надо будет обязательно спечь эти кокосовые печеньки так все буду раздеваться переодеваться идти копать там свете этой хризантемы она ко мне приедет два часа сейчас пол первого друзья совсем забыла вам сказать специально выписала из телефона сколько что стоит орехи стоят 36 рублей 4 копейки о вернее 40 копеек стружка 13 рублей 79 копеек семена ч 26 рублей 49 копеек смесь семян 13 рублей 45 копеек вроде как за все было 90 13 написано но наверное какая-то была скидка и банка меня взял 87 рублей 84 копейки моей карточки и перечислил новая вырос вот такие цены смесь семян 13 45 че 26 49 стружка 13 79 36 4 но это гораздо дешевле чем покупать в магазине или вот эти емал доставки короче это дешевле в европе и стратила 19 рублей 15 копеек сегодня скромненько как-то сходила ну что друзья на улице под затянуло потемнело и я пришла домой света приезжала все и дала что планировала она тут мне навезла опять вкусняшек естественно денег не взяла асенька а что ты хочешь зайка на что зайка мой хочет мяу-мяу все ходит мяу-мяу вот этот зайчик мой маленький так что все друзья на сегодня все вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока